Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Осетия. В студии Елена Черенкова и коротко о главном. У нас не бывает простых вызовов. У нас бывают экстренные вызовы. В режиме нон-стоп именно так можно назвать работу скорой. Сейчас нагрузка ворзла сла и в связи с пандемией. Даже в этой ситуации люди в халатах трудятся на пределе своих возможностей. О улучшении транспортной системы сегодня журналистам рассказал министр промышленности и транспорта Республики Владимир Морзоев. Кроме этого, он отметил, что пандемия внесла коррективы в работу подведомственных предприятий. Очень хорошо было создавать ТВ в команде единомышленников. Сегодня телекомпания Осетия Рыштона отмечает день рождения. Ровно три года назад было запущено тестовое обещание. И по сей день мы ежедневно продолжаем радовать зрителей. За сутки по данным Роспотребнадзора выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19. Всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в Республике 9524 человека. 280 на амбулаторном лечении, в медучреждениях 377 человек. Больше 8 тысяч человек выздоровели. С ноября порядок оплаты труда медработникам, которые оказывают медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, изменился. Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца следующего года социальных выплат работникам, которые оказывают помощь с больными коронавирусом. Из постановления следует, что врачи выездных бригад скорой медицинской помощи и стационаров будут получать 2430 рублей за одну нормативную смену. Средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи – 1215 рублей. Младший медперсонал – 950 рублей, фельдшеры – 600 рублей за смену. Специальные выплаты также будут получать медики, оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, врачи, проводящие патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, водители машин скорой помощи, члены летных экипажей воздушных судов и другие работники. Принципиальное отличие именно в том, что оплата будет производиться пропорционально отработанному времени. То есть каждому работнику будет исчисляться количество нормативных смен отработанных. За каждую нормативную смену в зависимости от категории работника он получит фиксированную сумму оплаты труда. Раньше было фиксированной суммой, независимо от отработанного времени. Это принципиальная разница. Второе принципиальное отличие – это то, что раньше оплата производилась напрямую работодателям на работниках. С ноября месяца оплата будет производиться в виде специальной социальной выплаты через фонд социального страхования, опять же, напрямую на карты работника. Станция скорой помощи в период пандемии работает нон-стоп. Сейчас их по праву можно назвать героями. Именно медики делают невозможное, спасают жизни. О тех, кто трудится на передовой и о том, с какими сложностями сталкиваются, расскажет моя коллега Алана Томаева. Машины на стоянке станции скорой помощи стоят буквально пару минут. За сутки карета обслуживает до ста вызовов. Большинство – экстренные. Зачастую от того, как быстро приедет скорая помощь, зависит жизнь человека. Сигналы сирены – знак уступить дорогу. Водители станции скорой помощи говорят, в последнее время задержек на дороге практически не бывает. У нас не бывает простых вызовов. У нас бывают экстренные вызовы. В последнее время водители и пешеходы стали с большим пониманием к нам относиться в связи с пандемией. Многие люди бывают кислородозависящие. И приходится нам поторапливаться. Ну, нас пропускают. Пропускают, с большим пониманием относятся. Несмотря на экстренные ситуации, водителям скорой необходимо соблюдать правила, быть внимательными. Самое главное – убедиться, что все участники движения видят машину скорой помощи и могут уступить. Мы стараемся все-таки придерживаться правилам дорожного движения. Но если мы едем уже на экстренный вызов, исключенный световой и звуковой сигнализацией, то мы должны убедиться, что нас пропускают. Как бы просто так проехать тоже нельзя. Потому что у нас еще и бригада, и больной, и от нас зависит жизнь их, и здоровье. Нужно доехать так, чтобы никто не пострадал. Уступать дорогу карете скорой помощи должны не только из-за моральных побуждений. За непредоставление преимущества в движении машин и экстренных служб водителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Предусмотрено и лишение прав сроком от 3 до 12 месяцев. Однако каждый случай рассматривается отдельно. Многое зависит от ситуации на дороге. У нас многие люди, скажем так, боятся на перекрестках средств фото-видео фиксации. Бояться не надо. Если вдруг вам пришло в такой ситуации, вы нарушили правила дорожного движения, пропуская скорую помощь, пришло постановление за нарушение правил проезда перекрестка, никаких проблем с этим нет. Пишите жалобу в адрес центра фото-видео фиксации ГИБДД. Мы рассматриваем, просматриваем видео правонарушения и принимаем соответствующие решения. Из-за пандемии коронавируса станция скорой помощи работает в усиленном режиме. Вызовов с каждым днём всё больше. Если раньше мы работали с 32 бригадами, сейчас разворачиваем по мере необходимости до 45 машин, бригад. Конечно, нагрузка колоссальная. Если в сутки поступает 900 по 1000 вызовов в день, то, естественно, нагрузка колоссальная. Сотрудники станции скорой помощи просят водителя относиться с пониманием и не создавать препятствий движению машинам ведомства. Для медиков дорога каждая секунда. Алана Томаева, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Реконструкция автодороги Кавказ-Хурикао-Молгобек-Моздок продолжается. С ходом работ накануне ознакомился глава республики Вячеслав Бетаров. К работам специалисты приступили в июле прошлого года. По словам руководителя подрядной организации на участке трассы от селения Зильги до Сухоцкого, специалисты выполнили уже 87% от запланированных объемов. Движение там будет организовано по двум полосам. Круглосуточно на трассе работает более 150 единиц дорожной техники, почти 350 рабочих различных специальностей. Учитывая сжатые сроки сдачи объекта в эксплуатацию, работы ведутся одновременно на нескольких участках трассы. Новая дорога пройдет полностью по территории Северной Осетии, значительно улучшив транспортную связь между столицей и одним из крупнейших райцентров республики. Напомним, что в 2018 году Вячеслав Бетаров инициировал решение вопроса организации прямого транспортного сообщения между столицей республики и Моздокским районом. Эта тема стала главной на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Вячеслава Бетарова, перед подрядной организацией была поставлена задача построить трассу, которая будет отвечать всем требованиям, предъявленным к современным дорогам. И сегодня эта оперативная качественная работа видна. И подчеркнул, социально-экономический эффект от реконструкции дороги не заставит себя ждать и подтолкнет к динамичному развитию не только прилегающие к ней районы, но и всю республику. Вдоль новой автотрассы будут построены также объекты придорожного сервиса, отвечающие всем требованиям безопасности. Это позволит создать новые рабочие места для жителей республики. Пандемия внесла коррективы в работу общественного транспорта. Об этом в рамках проекта «Открытое правительство» рассказал министр промышленности и транспорта республики Владимир Морзоев. Несмотря на это, на линии были выпущены новые автобусы. Какие еще вопросы затронул профильный руководитель, расскажет Марина Караева. В работу предприятий «Северная сеть» коррективы внесла пандемия коронавируса. Многим приходилось перестраивать формат работы и деятельность сотрудников. Но, несмотря на это, есть и плюсы. Позитивными результатами с журналистами поделился министр промышленности и транспорта республики Владимир Морзоев. По его словам, в части направления химической промышленности, а также деревообрабатывающая республика, начала показывать хорошие результаты. Но они, тем не менее, начали показывать очень хорошие результаты. Это в части определенные направления химической промышленности, потому что мы начали производить определенные дезинфицирующие средства. У нас произошел хороший скачок или хорошие показатели по деревообработке, потому что анализ будет несколько позже, но по предварительным оценкам, я думаю, что показатели по деревообработке у нас достаточно хорошие, потому что у нас предприятия на территории республики достаточно хорошо уверены, стоящие на ногах. И в целом по стране большое количество предприятий в этой отрасли, испытывая трудности, начали закрываться. И они испытывают дополнительный приток в виде заказов, в виде денежных поступлений. Поэтому мы отмечаем определенную положительную динамику. Также министр профильного ведомства говорил о транспорте. В городе все больше маршрутов, по которым начали курсировать новые «Газели-Некст». Это 34, 13, 50 маршруты. Сейчас проходит конкурс на нового перевозчика «33 маршрут». Министр пояснил, как проходит конкурсная процедура, которую, согласно с действующим законодательством, ведомство должно проводить регулярно. На тот момент вся маршрутная сеть была распределена между муниципалитетами. То есть, условно говоря, владикавказские маршруты определяла МС Владикавказа. Маршрутную сеть Моздока определяла МС Моздока и так далее. В 2017 году весь этот функционал собрали в республиканском ведомстве. То есть, нам, по сути, эта маршрутная сеть перешла по наследству. Определенными перевозчиками, с маршрутами и так далее. По закону, право на перевозку дается на 5 лет. Соответственно, с 2016 по 2021 год они работают по тем разрешениям, которые были выданы еще МС. За это время, есть несколько случаев определенных законов, по которым перевозчик, мы можем отыграть этот конкурс заново, в случае, если перевозчик отказался от маршрута, либо там были очень серьезные нарушения, которые были выявлены профильными министерствами, министерствами, производственными ведомствами, надзорными ведомствами. И уже отзывается либо лицензия, либо право на перевозку. Соответственно, после этого мы, как министерство, должны отыгрывать эти новые конкурсы. В перспективе улучшение транспортной системы республики. Для этого ведомстве учитывают опыт регионов, которые в этом преуспели. В следующем году, в 2021 году, скорее всего, массовые конкурсы будут объявляться в 2021 году, потому что как раз срок заканчивается. Процентов, наверное, 70-80 всех маршрутов будет отыгрываться в следующем году. И вот тогда мы со своей стороны сейчас параллельно ведем переговоры и со Сбербанком, и с другими финансовыми учреждениями, чтобы они какие-то более комфортные программы для потенциальных инвесторов разрабатывали. Вот как, допустим, реализовано это в Москве или в каких-то других городах с точки зрения бесконтактной оплаты. Почему, допустим, человек, заходя в один автобус, оплатил проезд, может выйти, сесть в другой автобус, и уже не оплачивая ехать в течение какого-то периода времени уже за счет первой оплаты. Потому что там централизованы все денежные потоки. То есть проезд, он объективно будет, допустим, вырастать, но он будет вырастать за счет единоразовой поездки. Но в целом человек может, допустим, в течение часа или двух пользоваться правом на проезд. Также профильный министр пообещал рассмотреть вопрос транспортного сообщения в районах республики, а именно в Ордоне, Брутие и пригородном районе. Марина Караева, Алан Суанов, Новости Осетии. С сегодняшнего дня россиян ждет ряд изменений. Они коснутся сразу нескольких отраслей. Например, больничные листы будут оформлять по новым правилам. Детали мы узнаем у Алины Хасцаевой, она у нас в студии. Алина, здравствуй и тебе слово. Да, Алина, россиян действительно с 1 декабря ждет ряд изменений. Новые правила оформления больничных, индексация пенсии, информирование о положенной социальной поддержке. Сейчас расскажу обо всем подробнее. С 1 декабря жителям России станет проще узнавать о положенных мерах социальной поддержки, услугах и выплатах. Вся информация будет на едином портале государственных и муниципальных услуг. А с 1 июля следующего года для этого еще запустят колл-центр. С середины месяца изменятся правила оформления больничных. Работающие россияне смогут оформить один электронный лист, даже если они работают в нескольких организациях. Работодателю нужно будет сообщить только номер больничного. Граждане, которые оказались на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, смогут получить больничный на весь период изоляции. Изменения коснутся и сферы налогообложения. С 1 января в России отменяют единый доход на вмененный налог. Он действовал для отдельной категории предпринимателей. Это бытовые услуги и розничная торговля. Он заключался в том, что предприниматель уплачивал фиксированную ставку налога с так называемого вмененного дохода. Доход, который подразумевался к потенциальному получению по итогам отчетного периода в этом виде деятельности. Он был удобен, он не зависел от объема проданных товаров, выручки. И предприниматели охотно его применяли. До конца декабря предпринимателям, которые применяли эту систему, нужно определиться и выбрать один из существующих режимов. Один из вариантов – упрощенная система налогообложения. Она делится на два вида. Это процент с дохода, который составляет 6%, и процент с дохода, уменьшенный на величину расходов. В этом случае сумма 15%. Эта система для малого и среднего бизнеса сопряжена с административными издержками. Нужен бухгалтер и постоянная отчетность. А к этому готовы не все предприниматели. Наиболее подходящим для тех, кто пользовался единым налогом на вмененный доход, по словам специалистов, может стать патентная система. Что такое патент? Патент – это фиксированная ставка, которая уплачивается по тому или иному виду деятельности за тот или иной период. В частности, за квартал, за полгода или на год. В начале года вы приобретаете патент, платите фиксированную сумму и забываете о том, что такое налог. Патент – сегодня самый привлекательный вид налога для категории граждан, которая применяла единый налог на вмененный доход. Напомним, что в Осетии это порядка 6 тысяч предпринимателей из 15 тысяч. Патент – это порядка 6 тысяч. Я хочу подчеркнуть, что со следующего года этот налоговый режим, как и упрощенная система налогообложения, будет использовать налоговый вычет на уплаченные взносы в пенсионные и в медицинские страховые взносы, которые до сегодняшнего момента при использовании этой системы налогообложения не учитывались. Что это означает? Предприниматель в течение года, который выплачивает, делает обязательные платежи за себя и за своих работников в небюджетные фонды, в соцстрах, в пенсионные, в медстрах, они на эту сумму налог будет вычитаться из стоимости патента. Тех, кто не определится, на какую систему перейти, автоматически переведут на общую систему налогообложения. Для малого и среднего бизнеса она не подходит. Большие налоги и сложная отчетность. В Управлении по поддержке малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Республики могут проконсультировать, помочь с выбором наиболее подходящего варианта. Мы сейчас будем принимать все необходимые меры, чтобы минимизировать риски предпринимателей, чтобы им не пришлось закрываться. Грубо говоря, подобрать максимально удобный для них режим. Мы в практически ежедневном режиме ведем консультации с налоговым органом и с бизнесом, консультируем по тем или иным направлениям, проводим там семинары на базе центра «Мой бизнес». Поэтому данная работа на сегодняшний день ведется. Для перехода на другую систему нужно подать заявление в налоговую службу. Сделать это можно и на сайте ведомства. Вот коротко о том, какие нас ждут изменения. Спасибо, Алина, за детальный разбор каждого изменения. Мы продолжаем наш выпуск. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур Артабаев провел прием граждан. На вопросы жители республики ответили дистанционно. Прием приурочили ко дню создания партии 1 декабря. Люди обратились с разными вопросами. Ремонт кровли, отсутствие асфальта во дворе, помощь в решении личных вопросов. Приемы будут проходить до 10 декабря. В них примут участие депутаты партии, представители профильных министерств и ведомств. Так, 2 декабря будут говорить о социально значимых вопросах, 3 о вопросах здравоохранения и 4 декабря ЖКХ. Оставить свой вопрос можно, позвонив в приемную партии. Узнать полный график приемов можно на сайте регионального отделения. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому прием сегодня у нас дистанционный. И в последующие 10 дней также мы будем вести его именно в таком формате. Но это не отменяет наших обязательств перед нашими избирателями. Это не отменяет проблем, которые перед ними возникают. Несмотря на то, что сейчас в период пандемии, может быть, их формат немного и поменялся. Но уже, судя по сегодняшним звонкам, по сегодняшним диалогам, проблемы примерно те же. В рамках нашего приема стараемся людям помогать, находить какие-то решения для того, чтобы их вопросы не остались без ответа. Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечают по всему миру 1 декабря. Он дает возможность людям во всем мире объединиться в борьбе с ВИЧ и поддержать людей, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека. Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения. Несмотря на коронавирус, больные ВИЧ-инфекции продолжают получать препараты, проходить обследования. Специалисты работают в усиленном режиме, при необходимости и в выходные дни. ВИЧ-инфицированные имеют слабый иммунитет, поэтому сильнее подвержены заболеванию COVID-19. В Центре профилактики и борьбы со СПИДом отметили, что сейчас динамика выявления больных растет. На сегодняшний день на учете стоит 1023 пациента. В первую очередь я хочу сказать, что эти больные для окружающих не опасны. Особенно если даже больные начинают принимать с первых же дней наши препараты, порой антиретровирусные, то они не опасны. При определенных условиях, при определенных результатах анализов они не опасны. То есть они не опасны и в быту. Существует три основных пути передачи. Это парентеральные или, как его еще называют, кровяной, то есть через кровь. Второй путь – это половой, то есть это если не защищенные половые контакты. И третий путь передачи, он касается в основном женщин, то есть это вертикальный путь передачи от матери ребенку. Сегодня национальное телевидение «Осетия и Рыштон» отмечает три года со дня основания. С праздников сотрудников нашего телеканала от имени главы республики Вячеслава Бетарова поздравил директор Тимур Гудиев. Он пожелал коллективу больших творческих успехов. В этот день в адрес нашего телеканала поступало сотни поздравлений. Конечно, самое ценное для нас – преданный зритель, такой как Владислав Хаблиев. В поздравительном письме он отмечает, что долгое время, проживая за рубежом, с удовольствием смотрит передачи северо-остинского телевидения и сердце наполняется гордостью за родину. Благодаря материалам на нашем канале есть возможность порадоваться успехом многонационального народа. Владислав Хаблиев подчеркнул, что за последний год интересно наблюдать за творческим ростом работников телевидения. Он отметил высокий профессиональный творческий уровень коллектива. И добавил, чувствуется, что руководство республики и глава уделяют большое внимание возрождению достойных традиций наших народов и нравственному воспитанию молодежи. Уже три года ежедневно телекомпания вещает на просторах медиапространства. За годы работы было многое. Наши телепроекты всегда находили отклик в сердцах людей. За годы работы было многое. Многое менялось. Но неизменным осталось одно. Телекомпания «Осетия Рештон» – это сплоченный коллектив, который ежедневно работает для того, чтобы продолжать радовать телезрителя и делиться информацией. Марина Караева продолжит. Здравствуйте. В эфире телеканал «Осетия Рештон». Информационная программа новости в студии Марина Караева. И коротко о главном к этому часу. Так ежедневно начинается выпуск новостей. Все самое важное и интересное для наших телезрителей. За моей спиной корреспонденты и шеф-редакторы, которые собирают в единый выпуск «Свежие новости». Давайте вместе заглянем за кулисы. Звуки ударов пальцев по клавиатуре и печатающего принтера привычны для стен информационки и для слуха тех, кто здесь работает. В службе информационного вещания работает 23 человека. Это две команды, которые собирают новости на русском и на осетинском языках. Новости в эфир должны выйти обязательно, несмотря ни на что. Подготовиться заранее к выпуску новостей практически невозможно. Новости – это такая служба, где все может измениться за доли секунды. У нас бывает такое, что новость даже появляется за пять минут до начала эфира. Естественно, меняется вся верстка. В этот момент все, естественно, приходят на помощь, как настоящая команда. Один пишет текст, другой бежит к монтажеру, чтобы собирать картинку. Третий делает титры, четвертый заносит листик в студию ведущему. Очень часто мы делаем невозможное. Как воспримет новость телезритель, зависит от многих факторов. Недостаточно лишь грамотно написать текст и правильно его отредактировать. Важно правильно подать информацию. А это уже задача ведущего. Интонация, взгляд, мимика и даже жесты в эфире играют важную роль. Елена Черенкова – одна из ведущих. Именно она провела первый выпуск новостей. Признается, волнение и небольшой страх перед каждым эфиром есть и сейчас. Но те эмоции забыть невозможно. Кстати, мы сейчас находимся именно в той студии, откуда был произведен этот первый эфир 1 декабря ровно три года назад. Да, мне посчастливилось быть тем человеком, кто поздоровался со зрителями, сказал «Здравствуйте!» В эфире новости на телеканале «Осетия Рыштон». Это, на самом деле, незабываемые ощущения. Я достаточно давно в профессии, но быть ведущей для меня – это было в новинку. Я помню только одно. Моё сердце было готово выпрыгнуть и, наверное, удариться об экраны камер. Но это очень здорово. Я рада, что такой опыт в моей жизни есть. И спасибо тем людям, кто в меня поверили, кто дали этот шанс. И я надеюсь, что этот телеканал с каждым годом будет только процветать. А вот начинка выпуска новостей – это дело рук продюсера. Невидимый зрителю, но бесценный кадр. Проработать тему, найти экспертом, и чтобы актуально и на пользу. А ещё ответить на сотни звонков, выслушать проблему, договориться о съёмках. В результате получается вот такой график. Это задача для корреспондентов. И, конечно, главные люди информационной службы – корреспонденты. Они всегда в самом центре событий. В этом году ребятам приходится не просто. В пик заболеваемости COVID-19 корреспонденты работали в больницах и поликлиниках. Держали зрителя в курсе. Освещали героический труд врачей. Ордонская ЦРБ будет принимать пациентов с диагнозом COVID-19 из РКБ и КБСК. Утро участкового терапевта начинается именно так. Ежедневная диспансеризация по вызовам, которые поступают в регистратуру уже с 7 утра. Первое национальное телевидение объединило совершенно разных людей. Даже для тех, кто вовсе не видел себя в журналистике, оно стало вторым домом. Со дня основания телеканала «Сети Рыштон» работает и наш специальный корреспондент Алана Тумаева. Попробовала себя в разных программах, но именно в информационке чувствует себя как рыба в воде. Для того, чтобы стать профессиональным журналистом, нужно обязательно пройти информационную службу, потому что она, как ничто другое, готовит именно настоящего журналиста, учит его работать в любых условиях, в, я бы даже сказала, стрессовых ситуациях, потому что бывают моменты, когда у тебя буквально 15 минут для того, чтобы подготовить свой сюжет к эфиру, и у тебя нет выбора, то есть ты не можешь его не сделать. И в этот момент просто на каких-то невероятных, открывающихся вдруг, и у тебя, и у твоих коллег энергии, силе, ты готовишь, и просто, да, за 15 минут он бывает готов. И мне кажется, вот именно эти моменты, они закаляют и делают человека настоящим профессионалом, поэтому я ни разу не пожалела, что осталась именно в информационке. Алина Харцаева по профессии учитель английского языка. Сейчас универсальный солдат, он автор сюжетов и на русском, и на осетинском языках. Я на ТВ работаю уже два года, до этого шесть лет отработала в школе учителем английского языка, решила попробовать себя в чем-то абсолютно новом, но вот оказалось очень интересно, захватила и до сих пор не отпускает. А знание языков мне пригодилось и здесь, так как я делаю материал и на русском, и на осетинском, иногда и на дегорском. Писать простые, но информативные тексты сложнее, чем кажется, поэтому важно, чтобы в начале пути корреспондентов учили настоящие профессионалы. Среди них первый руководитель информационной службы Ольга Цгоева. Она стояла у истоков телевидения. Заданного ею темпа в информационке придерживаются до сих пор. Очень хорошо было создавать ТВ в команде единомышленников. Все люди смотрели на общее дело с абсолютно идентичным, одинаковым, совпадающим, вот просто как пазлы, вниманием, интересом точно так же горели. Что касается кадров, и ребята, понятное дело, что Республика не производит сама в том количестве необходимых кадров, в том числе и технические кадры, которые нужны на ТВ. И было очень много ребят, которые пришли просто, что называется, с улицы. Оказалось, что они тоже классные, что они тоже могут гореть. И вот это горение и желание делать общее интересное дело, оно компенсирует абсолютно все. Механизм работы на ТВ сложный, интересный, захватывающий, а самое главное непредсказуемый. Принять единственно верное решение за доли секунды, указать на ошибку и вовремя похвалить. Грамотно управлять – это задача начальника службы информационного вещания. Что значит управлять? Управлять не нужно, наверное, нужно вместе с людьми работать, на одной волне быть прежде всего, понимать их настроение, делать так, чтобы они понимали твои настроения. Ну и самое главное, что в нашей работе – это оперативно информировать, ни в коем случае не навредить. Я вообще считаю, что не умоляю ничьих достоинств, абсолютно ничьих. Единственное, что хочу сказать, ну всем понятно, что информационная служба – это всегда сердце любого средства массовой информации. И наша информационка, конечно, не исключение. Вот по мне так в информационке работают просто герои. Это воины, которые ничего не боятся, готовы идти куда скажут, да, там, оказаться на месте событий, каких угодно событий. Для меня это очень смелые, талантливые и хорошие люди, потому что они прежде всего думают о работе, они прежде всего думают о том, чтобы принести пользу обществу, а это очень ценно. Задержаться на работе допоздна, чтобы собрать сюжет к эфиру и в любой момент отправиться на внеплановую съемку. Корреспонденты информационной службы всегда готовы к форс-мажорам. Работают в режиме нон-стоп уже ровно три года. И темп, который задали, сбавлять нельзя. Никогда. Двигаться нужно только вперед. Марина Караева, Хеток Гопоев, Хеток Туаев. Новости Осетии. Любители шайбы и клюшки отмечают сегодня день рождения. Впервые он прошел 1 декабря 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Этот вид спорта очень популярен и в Северной Осетии. Спортивная школа зимних видов спорта появилась в республике в марте 2013 года. Ее воспитанники уже заявили о себе на различных соревнованиях. Сейчас в республике базируются 6 хоккейных команд в возрастных категориях с 2005 по 2013 год рождения. Они неоднократно одерживали победу в матчах разного уровня на первенствах ЮФО и СКФО. В первенстве ЮФО и СКФО играют команды из Волгограда, из Сочи, из Ростова, из Краснодара. То есть это города-миллионники, в которых намного больше, наверное, и лучше условия. Но мы все равно занимаем первые места среди них. Допустим, 2005 года команда «Алани» сейчас действующий чемпион ЮФО и СКФО. Они выиграли первенство. До этого тоже команда 2002 года выигрывала первенство. Команда 2004 года выигрывали Краснодарский край. Ну, то есть результаты бывают. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете узнать на нашем официальном сайте. Я передаю слово своему коллеге из Остинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс, добрый вечер. Пошли, Надежда Хорж. Заучи Кау-Таксита, доктор-то Лашцыш-то Лавар. Акции башту в жарапидемиологу онуаварима. Асимандр Хабар-Тутыхайс, бір рекламайфаш-то, был в рт-тар банкал Макашуд. Субтитры создавал DimaTorzok